Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и География просто. Учебник География 5-6 класса за авторством Дронова и Савельевой. Параграф 17. Параллели и меридианы. Вспомните, какие стороны горизонта вы знаете. Сторон горизонта есть 4 основных, север-юг, запад-восток, и 4 дополнительных, северо-запад-северо-восток и юго-восток-юго-запад. Что такое географические полюсы? Это точки, через которые проходит условная ось вращения Земли. Что такое экватор? Экватор это линия, которая равно удалена от полюсов какой-либо планеты. В данном случае от полюсов Земли. Все географические карты и глобусы покрыты тонкими пересекающимися линиями, параллелями и меридианами. Это условные линии, которые на самом деле на земной поверхности их нет. Параллели. Любой шар можно рассекать плоскостями по разным направлениям. Разрезы шара всегда имеют форму кругов с разным диаметром. Самый большой диаметр имеет круг, который получается при рассечении шара через центр. Границы кругов на поверхности шара – окружности. Обратимся к глобусу и мысленно рассечем его подобно тому, как ножом разрезают на кусочки апельсин поперек его долек. На поверхности глобуса появятся параллельные друг другу окружности. Самая длинная из окружностей – экватор. Он делит земной шар пополам на два полушария – северная и южная. Северный и южный полюсы находятся на равном расстоянии от экватора. Все другие окружности называются параллелями. Параллели – это окружности, огибающие землю параллельно экватору. Длина параллелей уменьшается от экватора на юг и на север. Все точки, лежащие на одной параллели, одинаково удалены от экватора. Линии параллелей всегда показывают направление запад-восток. Ну и чтобы было максимально понятно, параллели – это линии, которые на карте или на глобусе идут слева направо, справа налево, но именно вот в та, то есть горизонтально. Слева направо и ни в каких других направлениях. Меридианы. Если мысленно рассечь земной шар полоскостями так, как апельсин разделяется на дольки, то на поверхности шара появятся полуокружности одинаковой длины. Меридианы. Меридианы – это полуокружности, которые проходят через географические полюсы Земли. Меридианы перпендикулярны параллелям и всегда показывают направление север-юг. Само слово «меридиан» означает «полуденный» от латинского «меридианус», поскольку направление всех меридианов совпадает с направлением тени от предмета в истинный солнечный полдень. Все меридианы, в отличие от параллелей, имеют одинаковую длину – 20 тысяч 4 километра. По договоренности между странами, начальным меридианом считается меридиан, проходящий через Гринвичскую обсерваторию недалеко от столицы Великобритании города Лондон. Поэтому этот меридиан называют Гринвичским. На картах его показывают более жирной, чем остальные меридианы линий. Гринвичский меридиан и меридиан, противоположные ему на другой стороне земного шара, делят Землю на западное и восточное полушария. Параллели и меридианы на картах. Параллели и меридианы на глобусе, окружности и полуокружности. Но на географических картах изображение этих линий выглядит по-другому, из-за искажений при переносе выпуклой поверхности Земли на плоскость. Какой бы вид ни имели параллели и меридианы, на любой карте направление на восток и на запад указывает только направление параллелей, а на север и юг – только направление меридиан. Таким образом, эти линии позволяют определить на картах стороны горизонта и расположение объектов относительно друг друга. Линии параллелей и меридианов на глобусе и картах можно провести сколько угодно, но через одну точку поверхности проходит только один меридиан и одна параллель. Положение любой точки на плоскости можно задать координатами. В качестве примера рассмотрим шахматную доску. Вдоль ее нижнего и верхнего рядов идет ряд букв, а вдоль левого и правого – ряд цифр. И немного прервемся на задание. Значит, нас просят определить форму, которую имеют меридианы и параллели на карте полушарий. Это можно посмотреть. Можно сравнить форму с глобусом. И далее просят определить, в каком направлении от Москвы находятся города. Санкт-Петербург – это с северо-запад. Екатеринбург находится на востоке, а Саратов – скорее на юго-востоке или даже ближе к югу. Так вот, с помощью координат можно точно определять положение любой фигуры на шахматной доске. То есть, зная букву, зная цифру, все очень четко. А вот на шарообразной поверхности координаты точек определяют по отношению к акватору и начальному меридиану. С помощью координат, как по шахматной доске или квадратикам морского боя, легко определить адрес любого объекта. Впервые наносить на карты параллели и меридианы и указывать с их помощью место различных географических объектов на поверхности Земли предложил древнегреческий ученый Эра Тасфен, который жил еще до нашей эры. Вопросы и задания. Объясните, что такое параллели и меридианы. Параллели и меридианы – это очень условные линии, которыми ученые договорились разделить нашу планету на определенные участки. Параллели – это линии, которые идут строго параллельно экватору. Экватор – та же параллель, самая длинная параллель, которая равно удалена от обоих полюсов и делит планету на два северное и южное полушария. Меридианы – это линии, которые идут строго перпендикулярно параллелям. То есть меридианы пересекают параллели под прямым углом, и меридианы, все меридианы, пересекают в обязательном порядке полюса Земли. Чем экватор отличается от остальных параллелей? Экватор – самая длинная параллель. Все параллели фактически отсчитываются именно от экватора. Сравните параллели и меридианы. Объясните, почему длина у меридиан одинаковая, а у параллелей разная. Для этого надо представлять себе глобус, ведь наша планета является шарообразной. И здесь четко видно, что все меридианы, они пересекаясь по глобусу, имеют одинаковую длину, потому что у них никакого сокращения попросту нет. А вот параллели у них наоборот, ведь они идут от самой длинной параллели, от экватора, и постепенно они идут к полюсам. То есть они постепенно идут все больше и больше к кончику шара. То есть, естественно, что они становятся все более и более короткими. Какие линии делят земной шар на полушария? Первая линия – это, разумеется, экватор. Вторая – это гринвичский меридиан и меридиан, который ему противопостоит на другой части планеты. Определите по карте, в каких полушариях находится Евразия. Евразия находится в восточном полушарии. Северная Америка, Южная Америка находятся в западном полушарии. Африка находится, соответственно, здесь как, значит, Евразия находится в северном и восточном полушарии. Северная Америка в северном и западном полушарии. Южная Америка расположена в западном и по большей части южном полушарии. Африка тут сложнее. Африка расположена по большей части в восточном полушарии, Но при этом экватор проходит через Африку, поэтому часть Африки находится в северном, а часть в южном полушарии. И Австралия. Австралия расположена в западном полушарии и при этом в южном полушарии. Определите по карте, какие материки пересекаются нулевым гринвичским меридианом и какие экватором. Что ж, нулевой меридиан или гринвичский меридиан пересекает Евразию, Африку и Антарктиду. А вот экватор, он пересекает Африку и Южную Америку. Там можно еще упомянуть различные более мелкие всякие острова, но острова к материкам не относятся. Как с помощью параллелей и меридианов определяют стороны горизонта? Дело в том, что параллели и меридианы, полностью нанесенные на карту, они как бы делят всю карту на определенные квадраты. И таким вот образом, благодаря этим квадратам, можно довольно-таки быстро определить, хотя бы частично, где же конкретно вы находитесь, в каком квадрате. Далее, в каждом квадрате снова можно расчертить меридианы и параллели. Пусть там, значит, сначала у вас были сотни, потом десятки, потом доходит до единиц. Таким образом, через некоторое время у вас получаются координаты в виде, там, 17 западной широты и 24 южной долготы. Ну, так меряют, собственно говоря, эти самые координаты. То есть, благодаря вот такому вот разделению на определенные квадратики, и чем, так сказать, больше меридиан параллелей наносится, тем больше этих самых квадратиков, и тем точнее становится определение местонахождения. Из какой точки земной поверхности можно идти только на юг, только на север? Соответственно, из южного полюса вы будете идти строго только на север, и, соответственно, с северного полюса, куда бы вы ни пошли, вы будете идти строго на юг.